Начнем наш цикл с того, как же мы подходим к пациенту перед анестезией, их простой банальный осмотр перед анестезией. Объясню, почему он нам так важен. Мы все хотим, чтобы любые наши манипуляции были безопасными для нашего пациента, чтобы мы наносили минимальный вред нашим манипуляциями и стремимся, чтобы все наше оказание вообще ветеринарной помощи было безопасным. Но наш пациент не может с нами разговаривать, нам пациент не может сказать, где ему больно, неудобно, неприятно и что он сейчас испытывает. Поэтому оставшись наедине, в основном в анестезии мы наедине с пациентом остаемся, без его владельца, который знает его и знает, на что он реагирует, на что он не реагирует, нам с вами будет трудно понять, что с ним происходит и какие у него особенности. Поэтому анамнез – это, наверное, 50% успеха всей анестезии. Его нужно очень тщательно собирать и тщательно осматривать пациента и обследовать его перед анестезией. Тогда это поможет минимизировать наши риски и сделать все-таки нашу ветеринарную анестезию не такой страшной для владельцев, как она была многие годы до этого. И многие владельцы отказываются от проведения анестезии для своих пациентов. Чему нам так эта анестезия сейчас важна? Появились отдельные врачи-анестезиологи. Да потому что она применяется уже во многих сферах. В том же самом грубинке, чтобы подстричь животное какое-то агрессивное или волнительное, мы часто прибегаем с вами к анестезии. Все стоматологические процедуры проходят только под анестезией, потому что невозможно открыть рот и сказать, собаке потерпи, как мы с вами это делаем у стоматолога. Автомологические манипуляции тоже невозможно сделать. Мы не можем удержать голову пациента, чтобы он не двигал. Диагностические какие-то манипуляции, например, под контролем УЗИ сделать биопсию. Недавно на днях у нас был хорек. Попробуйте удержать его, чтобы попасть ему в лимфоузел или иголкой. Соответственно, нужно обездвижить животное, чтобы врач спокойно мог делать такие тонкие манипуляции. Самое основное, когда всегда применялось, это для хирургических операций и каких-либо манипуляций. Та же самая осмотр на дисплазию делается под анестезией, чтобы животное было расслаблено. Тогда не будет спорных вопросов. И сейчас мы очень часто обезболивание применяем в качестве препарата для анестезии. И если нам нужно, чтобы животное не шевелилось, те же самые судороги у нас ведутся тоже в анестезии. Поэтому, в принципе, все сферы охвачены. Везде нужны знания анестезии и обычному врачу, и отдельно врачу-анестезиологу. Мы поглубже с вами сейчас об этом поговорим и посмотрим, что же мы можем добиться. Добиваемся нашим осмотром мы того, что нам нужно определить, в каком состоянии у нас животное, как его здоровье. И отсюда уже будем с вами думать, какой наркоз мы будем применять и как мы будем действовать. Мы с вами будем готовы к каким-то осложнениям, заранее готовы к этим осложнениям. Заранее сможем обследовать более детально ту систему организма, которую мы подозреваем в заболевании. Может быть, мы отложим анестезию, может быть, мы будем применять протокол введения пациента с данным заболеванием. То есть мы с вами подготовимся к этим осложнениям и не допустим сильных нарушений, не будем в панике бегать, когда они возникнут. Потому что мы сразу будем предупреждены о них. Предупрежден, значит вооружен. Выберем подходящий протокол для данного заболевания и восстановление анестезии у нас тоже будет под контролем для данного заболевания. Мы будем глюкозу измерять как при сахарном диабете или поздней экстубации у нас будет как при брофиксифолическом синдроме. Ну и кислородоподдержка, если у нас животное с пневмотором, с пневмонией, после тракальной хирургии. То есть мы это с вами уже изначально будем понимать и знать, как у нас будет происходить исход анестезии в конце. То есть с самого начала, как только мы с вами берем пациента, мы уже все должны продумать. Ну и соответственно самое важное, что мы определим риски анестезии для этого животного и сможем объяснить владельцам, поговорить с владельцами, рассказать. И они подумают, так ли им мешает, например, опухоль, которую в принципе говорят можно не удалять. И они примут сами для себя решение, они удаляют эту опухоль или они боятся того, что у животного настолько больно сердце, что в анестезии может погибнуть. А может быть с этой опухоли он еще поживет полгода, а в анестезии они в один день потеряют пациента. Самое важное и самое главное это разговор с владельцем, чтобы они нам доверяли. Они понимали нашу работу анестезиолога, потому что очень часто бывает обидно, что доктор, спасибо, хирург, вы молодец, все так здорово, все классно. А про анестезиолога все забывают. Хотя очень важная часть в операции это все-таки анестезиолог. Мы следим за тем, что животное выжило во время анестезии и подбираем ему такое обезболивание. В наших условиях, когда большинство сейчас пока работают без наркотических препаратов, с ними полегче, но у них свои тоже осложнения присутствуют, не так прям таки с ними легко. Но да, они конечно болезнь не снимают лучше. Но мы за время отсутствия у нас наркотических препаратов уже научились как-то работать без них, давая в принципе достойную анестезию нашим животным и достаточно безопасную анестезию. Поэтому всегда будем стараться и все делать, чтобы наша анестезия была безопасной. Для этого мы с вами будем проводить обследование. Но обследование в чем же у нас заключается? Обязательно мы соберем анализ, чтобы понять, что происходило до этого с животным. Проведем осмотр клинический животного. Возьмем анализы, если они нам так требуются. В ходе лекции поймем кому, какие и зачем мы берем. Если нужно, выполнены инструментальные какие-то обследования, такие как рентген, УЗИ, эхокардиография и ЭКГ. В принципе это такой основной банальный набор, который мы можем с вами провести. Можно конечно еще больше какие-то обследования проводить, но мне кажется они уже все остальные делаются под анестезией. И начнем потихонечку тогда с вами с анамнеза. И анамнез у нас с вами состоит из сбора информации о животном. Первое, что мы с вами узнаем, это все-таки какой вид этого животного кошка является. Собака, кролик, хорек, птичка. В основном я конечно в нашей лекции буду говорить только о кошках и собаках. И то в таком более общем масштабе. Я даю анестезию только на грызунов. Млекопитающим ни разу не давала, птицам приходилось, но вот млекопитающие у меня еще не были. И говорят, с ними сложнее в обезболивании, особенно без наркотических препаратов. Поэтому в нашей клинике мы не лечим их, гербитолога у нас нет. Поэтому в основном у нас, в разуме, морские свинки, хорьки, кролики. Это часто встречается. Но в основном наша лекция пойдет о кошках и собаках. Потому что это уже специфическая анестезия. Мы с вами в общем должны понимать об анестезии. Значит, труда вам не составит почитать информацию о специфике ведения тех пациентов. Мы с вами узнаем, кто это, кошка или собака. Потому что кошки наши оказались не из мира сего. И они намного отличаются от собак. Потом мы с вами узнаем возраст. Возраст, конечно, пациента очень важен. Потому что у нас есть три группы пациентов. Это, грубо говоря, молодые животные. Среднего возраста животные и пожилые животные. Молодые животные у нас есть не инотальные, а и педиатрические. Среднего возраста мы уже понимаем, что у них все сформировано. И с ними проще всего работать. А уже гериатрические пациенты, да, и тоже пожилые. У нас становится все что стар, что млад. Все одинаково. Да, вот тоже есть у них изменения. Поэтому больше с вами вариантов. Мы с вами начинаем переживать, когда мы имеем не инотальных пациентов. Это пациенты в возрасте до шести недель. И педиатрических пациентов. Это пациенты в возрасте до двенадцати недель. У них все осложняется. В принципе, я для себя вот такую вещь взяла. Если ко мне приходят и спрашивают, с какого возраста лучше стерилизовать животное, мне проще дать наркоз восьмимесячному животному, нежели шестимесячному животному. Потому что более все у них развивается. И симпатическая нервная система, да, любая вегетатика наша становится более зрелой. И функция почек, печени, все у них и масса тела тоже уже больше к обычному животному, чем шестимесячному. Поэтому иногда у нас врачи спрашивают, почему вы не кастрируете шестимесячное животное? Мы говорим, почему мы кастрируем, делаем, но для обладателя мы говорим, что безопаснее с восьми месяцев все-таки давать наркоз. Это вот мое такое мнение. И вот я его немножко придерживаюсь. То есть в любом возрасте можно дать анестезию, но нужно понимать, имеет ли это существовать право или нет, где выше риски, где меньше риски. Ну и пожилые животные, кто-то считает их старше шести лет, кто-то считает старше семи лет. Но так вам скажу, что в шесть лет уже начинаются какие-то старческие изменения в организме животного. Поэтому я рекомендую всем, вот такая граница с шести до семи. Мы смотрим на животное, на его состояние. А если старше с семи, то уже более настоятельно рекомендую приглядываться к ним получше. И если животное выглядит старым, то скорее всего есть какие-то нарушения. Если мы с вами видим собаку, и мы только по возрасту знаем, что ее 10 лет, только из истории ее болезни, а она выглядит хорошо, это лучше намного, чем мы видим какое-то животное, а нам говорят, ему всего лишь 5 лет, а мы посчитали, что ему лет 12. То есть к таким более внимательно нужно относиться. Объясню немножко, почему мы вот так вот с этим возрастом прыгаем и бегаем. Он очень важен, потому что все-таки метополические и структурные нарушения в этих возрастах присутствуют, в молодом и пожилом. У них другой ответ нервной системы на изменения в анестезии и на стресс. У них по-другому реагирует наша сердечно-сосудистая система, дыхательная, почечная, печеночная, та же самая нервная система, которая недоразвита еще, а у пожилых уже начинает просто нарушение происходить. Поговорим о поддельности. Неонатальные пациенты у нас пока не совсем развиты, и со стороны сердечно-сосудистой системы у них есть свои особенности. У них растяжимость желудочка в сердце очень ограничена. И сердечный выброс у них достигается только путем повышения частоты сердечных сокращений. Вот, и все наши анестетики, ну, большинство наших анестетиков могут снижать частоту сердечных сокращений. И поэтому мы понимаем, если у нас частота сердечных сокращений снижается, то мы будем ожидать снижения сердечного выброса. Симпатическая нервная система у них не зрелая, и поэтому мы же на нее тоже воздействуем своими анестетическими препаратами. И она может повышать устойчивость организма не только на 30-40%. А вот у взрослого животного это происходит в 10 раз больше. То есть они повышают ее тонус на 300%. И она может в ответ на боль и поднять ЧСС, и сделать пазоконстрикцию, и ответить на гиповолюнию. А вот у малышей, к сожалению, такого не происходит. И даже такие потери крови, которые мы можем не заметить, они впитаются в салфетку как 5 мл на килограмм. Да, там в салфетку ушло, в поле ушло. Хирург не очень это замечает. Но для животного это может привести к очень значительной гипотензии, да, и за гиповолюнию. Также у этих маленьких наших пациентов очень высокий уровень метаболизма. Сердечко бьется быстро, кровообращение происходит быстро, и все они состоят из большего количества воды, и все биохимические процессы в клетке происходят быстрее. И поэтому потребность кислорода у них больше. И мы, когда вводим их в наркоз, естественно, дыхание у нас урежается. Мы должны понимать, что поддержка дыхания у них должна быть чаще. Если мы дышим за них, то у них тоже дыхание должно быть часто. Не как у взрослых животных, мы там стараемся придерживаться там 12, у крупных совсем животных, можем и 10 допустить дыхание, до минуты, да. У МВ-6 все-таки это должно быть от 15 до 35. Потому что кислород им требуется больше, и их сердечко долго не выдержит в гипоксии. Также помним, что резерв легких у них намного меньше, и воздушность легких у них тоже поменьше. И отсюда, если животное будет реже дышать, то резерва воздуха в легких у них будет очень мало. И опять-таки у нас может быстро развиться апноэ, и мы животное можем с вами потерять, потому что гипоксия будет для них значительно серьезнее. И вообще регуляция дыхания у малышей не так развита, как у взрослых животных. И до удивления, да, когда у них снижается кислород в крови, или развивается повышение СО2 в крови, гиперкапнии происходит, у них происходит наоборот не усиление дыхания, как у обычных пациентов, они начинают раздыхиваться на это, у них наоборот угнетается дыхание. Поэтому нужно помнить, что гипоксия и гиперкапния вызывают у них апноэ. И они сами не раздышатся. Поэтому всегда должны их держать рядышком с кислородом, если что, за них подышать. Также помним, что почки у бедных маленьких щеночков и котят не так развиты, не так фильтруют. И у них немножко все это снижено, особенно в возрасте 1-2 месяцев. До 1-2 месяцев. В 2 месяца начинает уже более-менее нормализоваться фильтрация в почках. А до этого возраста все-таки она меньше. И поэтому все наши наркозные препараты могут задерживаться в организме, те, которые выводятся почками, и циркулировать дольше. Поэтому животным будет в наркозе у вас находиться дольше. И если мы будем постоянно добавлять не из-за этого расчета, то может быть того, что мы передозируем наркозный препарат. Также эти животные из-за своей сниженной рулярной фильтрации, они очень чувствительны к большим объемам жидкости. Поэтому перекапать их инфузионными растворами тоже не нужно, потому что быстро почки не выведут эту воду. И может это привести к отеку легких у малышей. Также малыши из-за своей незрелой нервной системы малочувствительны к гипотермии. И все наркозные препараты у нас действуют на центр термолигуреации тем, что они его снижают, его чувствительность. И так как малыши у нас еще имеют большую поверхность тела к их массе, они не умеют у нас дрожать, так как нужно большому животному, чтобы себя согреть. У них нарушена вазоконстрикция, они очень быстро теряют тепло. Особенно если у нас какая-то абдоминальная, таракальная хирургия, когда все-таки разрез для них получается большой по их отношению к поверхности тела. И оттуда все-таки тепло теряется быстро. Головной мозг не успеет реагировать на то, что животное у нас охлаждается и сам себя согреть не сможет. Поэтому малышам к температуре мы относимся очень-очень осторожно. Даже когда мы с вами делаем какие-то незначительные манипуляции на столе, в основном все столы у нас железные. Поэтому положите, пожалуйста, малышам грелки или хотя бы теплые перчатки с теплым раствором. Это доступно практически каждому. Что касается нас с вами в метаболизме печени. Печень у малышей тоже, к сожалению, пока не развита. Дву месяца, да. И метаболизм там не такой, как у взрослых. У них очень мало накоплено гликогена в печени. Очень мало своего жира вообще в организме. И метаболизм высокий. Глюкозы требуется много. Малыши должны чаще из-за этого кушать. А так как мы их держим в наркозе и часто очень боимся аспирационной пневмонии, мы их заставляем голодать. Малыши очень часто уходят в гипогликемию. А организм быстро этим ответить не может, потому что запасы глюкозы очень маленькие у них. Поэтому нужно помнить и следить у этих животных, чтобы не развилась гипогликемия и все-таки не просить им голодать перед анестезией. Потому что пока мы их примем, пока они приедут в клинику, пока мы их примем, пока мы подготовим, пока установим катетер, операционную подготовим, уже это пройдет время. И питания им хватит. Поэтому не нужно им говорить, что в этот день с утра не ели. Пускай они покушают дома. Меньший объем, чем обычно, но они приедут к нам с едой в желудке, которая все-таки сможет расщепиться и дать нам необходимую глюкозу. Ну и всегда помним, что все-таки глюкозу мы у них замеряем. И, ну да, я уже как сказала, то, что препараты у них метаполизируются печенью тоже дольше, потому что печеночные ферменты еще не так сильно у них действуют. Да, интоксикация препаратов, которые должны выводиться печенью, тоже у них снижены. Поэтому помним, что у них есть склонность к гипогликемии, того, что они малочувствительны к гипотонии, гиповолемии и гипотермии. То есть сами они себя не согреют, сами они не поднимут в себе давление и не начнут дышать. Так что частота дыхания у них высокая, что на гипоксию и гиперкапнии они отвечают, наоборот, угнетением дыхания, то, что мы должны все время следить за их дыхательной функцией. И лекарственные препараты, которые мы вводим в анестетики, они могут у них дольше циркулировать в крови и дольше выводиться. Поэтому дозы нужно подбирать очень четко. У пожилых животных практически все то же самое происходит. У них также снижены функции легких. Из-за того, что с возраста фиброз легких усиливается, такие легкие становятся, как у легких старых животных, в кавычках, да, они менее растяжимы. Межреберные мышцы, мышцы диафрагмы, у них становятся более слабыми, более ригидными. Поэтому мышечная слабость у них тоже происходит. Отсюда они очень быстро прекращают дышать, когда мы вводим наркозные препараты, они все дают ней релаксацию. Их мышцы уже не могут с этим справиться. Растяжимость легких у них не настолько хорошая, как у молодого животного. Поэтому мы помним, что у них тоже очень высок риск развития гиперкокни и гипоксини. Когда у нас становится по этим причинам очень мало количества кислорода в крови, а конец, по идее, что должен делать? Он должен усиливать работу дыхательных мышц, и должен усиливать работу сердца. Но на такой подъем сердца, мы все помним, что фиброз там не только в легких происходит, развивается, но и изменяется клапанный аппарат сердца. У животных всякие региогитации происходят, очень часто нейтральный клапан затронут. И на повышение частоты сердечных сокращений сердцу приходится работать больше. Работать больше, но сократимость, она не может быть такой сильной у них. И остаточная жидкость скапливаться в желудочках может больше. Сердечный выброс тоже может падать. И сердце у нас наполняется кровью только тогда, когда оно расслабляется. Но из-за повышенного ЧСС оно не может расслабиться и себя питать в достаточном количестве кислородом и питательными веществами. Из-за повышенной ЧСС, и из-за того, что мало у нас кислорода в крови. Отсюда сердечко у нас начинает уставать и хуже работать. Поэтому гипоксимии пожилые животные очень неустойчивы. Они не смогут свой резерв быстренько... Резервы организма и их сердечно-сосудистые системы очень низкие. Поэтому всегда помним, что приоксигенация и дыхательная поддержка у пожилых животных обязательно должна быть. Также у них уже с возрастом начинаются изменения в нервной системе и в стенках сосудов. Поэтому они также, как малыши, очень плохо реагируют на быстрые изменения в сосудистом тонусе. На гиперкопнию плохо реагируют. И также у них происходит изменение в термореволюционном центре. То есть организм медленнее отвечает на все наши стрессы, которые мы допускаем нашим наркозным препаратом. Поэтому мы помним, что и пожилых животных мы также все в греем и стараемся следить за их давлением. Если нет у нас тонометра, хотя бы пульпаторно и по внешним признакам. Это я чуть позже буду рассказывать в других вебинарах. Ну, собственно говоря, уже, да, как говорила, что лучше, если вы понимаете, что животное в 10 лет выглядит хорошо, ну, все отлично, да, хорошо, мы подходим к нему как к гериатрическому пациенту. Но если животное, например, в 8 лет выглядит хуже, чем оно должно выглядеть в этом возрасте, все-таки мы должны к нему более настороженно отнестись, более тщательно его осмотреть, обслушать всего и больше анализов на него взять. Потому что пожилые животные риск во время анестезии у них очень высокий, так же, как и у молодых. У среднего возраста пациентов мы особо не переживаем и подходим к ним более проще. Дальше у нас с вами рассмотрим по поводу веса. Вес животных, все это очень индивидуально, да, есть животные у нас с вами ожиревшие, есть у нас с вами худые, есть нормальные состояния. Чаще всего вы можете встретить вот такие вот таблички по ожирению, да, степени ожирения от 1 до 9. И все-таки мы хотели бы, чтобы животное у нас было в нормальном виде. Почему? Да потому что толстые животные, они все-таки, у них меньше мышечной массы, больше веса, и они сложнее себя продыхивают, особенно когда мы их расслабляем, даем какое-то большее расслабление для мышц. И гиповентиляция у них всегда возможна. А худые животные, наоборот, у них меньше жировых запасов, у них меньше возможности себя согреть за счет расщепления бурого жира, и, соответственно, меньше вероятность поддержать себя питательно. То есть есть риск развития гипотермии и гипогликемии. Поэтому все-таки мы хотим видеть на своем операционном столе животных с идеальной упитанностью, у которых ребра прощупываются под небольшим слоем подкожного жира, есть какая-то талия, видимо, я знаю, что есть породы, у которых талии практически нет, но все равно нужно держать так, чтобы животные понимали, где мы будем делать талию из нашего фильма. И животик подтянут. У человека вообще, какой бы возраст он ни был, молодой, здоровый, там все, как только видят, что человек с ожирением, это повышенный риск анестезии. Сразу же. То есть все анестезиологи очень сильно напрягаются из ожиревших животных. С ними очень сложнее, особенно, когда в анестезии меняется положение тела животных. То есть продышать себя им очень тяжело. И наркозных препаратов мы с вами тоже, вот такая вот полка в двух концах, наркозный препарат давать на идеальный вес или давать на тот вес, который есть. То есть у нас приходит кокер-спаниель, как у меня недавно был, кокер-спаниель. Ну, по идее, кокер-спаниель, ну что, ну, должен до 10 килограмм весить, а он весит 12 килограмм. Ну, это сразу видно, что он очень толстый, очень такой, он не крупная, это не крупная собака, это не за, как они, кость у меня тяжелая. Нет, это очень большое накопление жира. И как мне давать на наркоз рассчитывать на 12 килограмм или на тот вес, который он должен быть, до 10, допустим, килограмм. Ну, вот это спорный вопрос, здесь уже вы придете с опытом, как вам удобнее. Забегу вперед, я всегда тетрую, то есть всегда наркоз даю по эффекту. Да, у меня в голове есть какой-то расчетный, но с толстыми животными это более сложно. Поэтому лучше предполагать их идеальный вес. Что касается антибиотиков, пока, к сожалению, я в своей голове не пришла насчет того, чтобы давать им препараты на идеальный вес. Пока даю на тот вес, который вот не взвешен. С наркозом давно пришла к тому, что все-таки стараюсь ближе к идеальному весу давать. Вот, да, и худые кошки тоже мы с вами должны заподозрить заболевание такого, как гипертиреоз. С ним тоже протокол отдельно вести нужно в анестезии, там есть свои особенности. И вообще у владельцев стоит спросить, были ли какие-то резкие изменения в весе в последнее время. Да, они могут не помнить точную цифру, сколько они весят. Кто-то, конечно, дает таблетки по весу и помнит вес, вот как он держится. Ну, большинство не очень этого помнят, не всегда дают противоблистные препараты по весу, вообще просто их не дают, поэтому они не знают, сколько весит их животное. Вот, и нужно их спросить, не изменилось ли их вот объем, окружность животных, да, они же все-таки их гладят. Не похудело ли оно? То есть, обратите внимание, что вот здесь вот кости торчат. За пушистостью может быть незаметно, что животное худое, но мы всегда должны помнить, что надглазничный жир, он уходит самый последний. И если мы видим, что у животного запавшие глаза, а оно не пожилое, то мы точно должны заподозрить, что животное похудело, у него есть какие-то проблемы, если это только не неврология, да, и отказ нервы в этом месте и мышцы просто усохли, потому что они не действуют. Также мы можем с вами посмотреть на все выступы, да, маклаки, ребра, то есть, прощупать и посмотреть, есть это или нет, и обратить внимание на владельца. То есть, хребет сзади не должен торчать, как у коровы, и маклаки тоже, мы с вами, ну, они не должны, они все-таки должны быть под каким-то слоем жира небольшим у животных. Поэтому мы всегда обращаем, прощупываем и спрашиваем владельцев, не было какое-то резкое изменение в окружности или весе животного. Также, да, мы, если они скажут, да нет, вроде все так же, ну, живот что-то кругленький стал в последнее время, оно больше есть стало и пьет очень много, да, мы всегда с вами можем подозревать или кушинга у собаки, или эндометрит, или асцит, у кошки, у собаки, да, и обязательно пропальпируем живот, да, все-таки живот у них не должен так отвисать. Да, с возрастом, конечно, дряблась, потому что она появляется, вот, но это может быть и патологическим, поэтому вес нам тоже с вами очень важен. Что касается пола, пол мы тоже желательно знать, владельцы очень любят, когда обращаются к его животным именно пол, да, ваша собака, они не понимают, что мы говорим и о мальчике, и о девочке, что это вид, собака, кошка, это тоже вид. Нет у нас кот, поэтому поаккуратней, но пол нам с вами может говорить об каких-то вот именно особенностях касательно кобелей, то, что у них мучеиспускание, да, они не могут за один раз опорожнить весь мочевой пузырь, что нужно погулять после анестезии с ними подольше, чтобы они несколько раз пописали, вот, у девочек, да, мы всегда можем подозревать эндометрит развитие, да, можем, опять-таки, тоже очень важно, когда мы забираем животного в клинику, спросить отечки, иногда может быть животное в течке, вы просто не уследите, там какой-то после фиксации кобелек сбежит, покроет вам собаку, и это будет все очень неприятно, вот, пол, там, тоже очень у нас с вами важен, дальше порода, а вот с породой все очень сложно, так как человек вывел кучу, кучу разных собак, кошек, забывая о их генетике, и не проводя более такое хорошее генетическое обследование животных, да, допуская близкородственные связи для того, чтобы развить какой-то фенотип красивый, да, забывая о генетике. В животных очень часто есть породные особенности, породные заболевания, и, конечно же, в первую очередь мы с вами всегда, как анестетологи, обращаем внимание именно на болезнь сердца, потому что в наркозе мы всегда ухудшаем усы в сердце, и, например, тот же самый вот боксер, да, он может бегать, прыгать, вообще очень активная, веселая, радостная собака, в принципе, большинство боксеров в такой хорошей физической форме, потому что такая специфика владельцев боксеров и самих этих собак, она определенная, да, требует движений и такого повышенного темперамента, но боксеры скрывают очень такое нехорошее заболевание, ДКМ про боксеров, которое еще может проявляться аритмией, и вы можете это узнать только спустя 5-6-9 лет это может проявиться, хотя у собаки это было раньше, просто никто не обращал внимания, вот, и таких животных я всегда общаюсь с владельцами, говорю, да, я понимаю, что для вас очень дорого обследование сердца вашего животного, что холтер это мало доступное нам исследование, но ваша порода вот такая-то, у вас возможны вот такие-то заболевания, то есть я обязана их предупредить об этом, что у них есть заболевания, и я могу их подозревать, которые мне могут помешать в анестезии, и они уже сами для себя решают, предупрежден, значит, вооружен, и владельцы сами подумают, они пойдут к кардиологу или не пойдут, если они не пойдут к кардиологу, вы должны быть все время на чеку и понимать, что да, у меня есть немецкая овчарка, у которой возможно ритми, у меня есть пудель, у которого возможно ритми, и чего нам стоит с вами, если мы так сильно напрягаемся, но шума, например, не слышим, не можем из-за активности собаки проверить, есть у нее ритми или нет, что нам с вами мешает подключить ее на некоторое время к монитору, то есть мы можем взять крокодильчики с вами, повесить их на голень, на предплечье, животное может двигаться, посидеть с ним, погладить это животное в течение пяти минут и посмотреть, есть ли нарушение ритма или нет, то есть большинство клиник сейчас кардиомонитор присутствует, кардиолог не каждый день мы можем хотя бы хоть как-то себя немножко обезопасить, в течение пяти минут посмотреть, да, я понимаю, что это не то ЭКГ, которое снимается электрокардиографом, но хотя бы так мы с вами можем себя немножко обезопасить, если все просмотреть, вот эти вот породные предрасположенности, очень часто здесь написано, какие наши действия, консультация кардиолога, консультация кардиолога, то есть в основном у нас с вами кардиологические проблемы, есть нарушение свертывности крови, вот, также у нас с вами, если это не относится к какой-то породе животное, не факт, что у него нет этого сердечного заболевания, очень много у нас сейчас с вами намешанных пород, поэтому, если мы видим какое-то животное близкое к этому, то тоже можно подозревать, что будут эти изменения у животного, что это помесь, например, того же самого боксера со стафом, это никак не исключает того, что у него половина стафа, что у него не будет сердечной патологии. И также помним, что все прахиоцифалические породы нам очень сложны именно по дыхательной системе из-за их волнения, из-за их возможности перегреться, из-за их непроходимости верхних дыхательных путей. Помним, что прахиоцифалические породы это не только собаки, прахиоцифалические породы это у нас с вами кошки. Шотландские, британские кошки очень имеют короткий маленький носик с маленькими очень ноздрями, могут иметь длинную немную занавеску, но это встречается очень редко, у них больше маленький нос именно и они из-за этого хрюкают, но помним, что любое ожиревшее животное масса жира в шее у них тоже увеличивается и ткани в глотке также ожиревают очень сильно и это видно по храпу животных и человека, то есть если животное храпит и оно снизит свою массу тела оно перестанет храпеть также и у человека храп это может говорить вам об ожирении поэтому любое животное может иметь подобный брахиоцифалический синдром также помним что некоторым породам собак есть мутация генов и им нельзя некоторые наркозные препараты такие как коли и их очень большая осторожность к ацепромазину также и боксеры у боксеров тоже осторожность к применению ацепромазина вот ну и помним что например худые борзые для них характерно иметь очень плоскую грудную клетку большие легкие и относительно на рентгенограмме большое сердце мы не должны так сильно настораживаться и пугаться вот также у них проблемы с ацепромазином и вот этих худых легавых морзых у них они остывают очень быстро потому что жира у них нет вот а метаболизм у них очень высокий с пудельками у них посложнее в плане того что у них возможны какие-то аритмии и возможно развитие очень часто встречаются в пуделе маленьких особенно пород что они не держат глюкозу какие-то начинтирования то же самое у нас сейчас очень часто пошли йорки всякие той породы с коллапсом трахеи то есть это тоже помним потому что когда мы дадим полное расслабление мы дадим расслабление и на трахею тоже и они не смогут себя тоже продышать вот и всегда вот эти маленькие породы имеют может быть какой-то уменьшив или нарушение шунтирования в печени поэтому глюкоза они держат хуже и тоже потому что они маленькие их нужно все время держать теплее согревать в принципе это просто вот найденные такие заключения пород больше изменений у них больше кошка мы уже все с вами привыкли что мы любую кошку даже беспородную уже подозреваем заболевание сердца гипертрофической кардиомиопатии у животных у собак она реже встречается у них больше дельционная кардиомиопатия встречается но у кошек сейчас уже практически у всех это встречается потому что много выброшенок у нас на улице и каждой кошке можно узнать британца или кого-то еще человек штука страшная поэтому вот так вот он относится к нашим пациентам дальше наличие хронических заболеваний наличие хронических заболеваний мы с вами сможем только спросить у владельца очень хорошо расспросить какие таблетки он принимает принимает ли он таблетки задать этот вопрос в нескольких вариантов когда-то пил таблетки когда последний раз пил таблетки то что они иногда говорят нет ничего не принимают все нормально а потом начинаются вспоминать и на какой-то другой вопрос или они боятся сознаться что вот они принимают эти таблетки не знаю но я уже как вот извиняюсь у них сразу за свою глупость забывчивость и все подобное я у них несколько раз спрашивала в нескольких вариантах об одном и том же но если есть серьезные хронические заболевания как сердечное они наблюдают еще все кардиолог или эндокринное или дерматологическое тоже очень важно это вам уже скажут или в карте будет написано то есть они знают но они иногда могут не знать об данных хронических заболеваний очень важно спросить о нам из травм даже травм в детстве в котячем у меня было такое животное кошечка пришла на клизму просто терапевты отправили на клизму у нас была запара с хирургом но быстро ее взяли я делала большую колоссальную свою ошибку я не спросила у нее про наличие трав и вскользь сказала что буду делать спидральную анестезию но она спросила чем черепата и сказала что могут отказать задние ноги может быть какой-то неврологический дефицит который может пройти может не пройти но я не спросила про травм и когда животное отходило от анестезии меня удивляюсь время проходит 4 часа это была небольшая анестезия доза ледокаина ледокаин быстро выходит почему-то животное как-то странно двигает лапами она одну лапу не двигает но оставили до утра в клинике поняли что ситуация никак не меняется и начали разговаривать с владельцем и она сказала она у нее плохо всегда ходила на зальних ногах и вот это вот еще раз вопрос терапевты быстренько засунули никто не спросил почему ей нужно делать клизму оказывается у нее нарушение просто перистальтики потому что у нее есть позвоночник или таз они так никто не обследовался но животное ходило на всех своих четырех ногах у него периодически у нее эта девочка были проблемы со стулом писала она сама после вот этих всех моих манипуляций которые я нанесла почему это не факт что я своим уколом сделала ей какую-то гематому или повреждение спинного мозга нет здесь еще было то что оно было расслаблено и хирург когда делал клизму естественно не очень аккуратно обращался с животным и могли сместить на расслабленные мышцы могли сместить ей позвонки или крестец и сделать коричневое ущемление или могла быть гематома хозяйка не дошла до МРТ и КТ она побоялась опять-таки анастегии вот мы естественно с ней расстались на нормальной ноте потому что я с ней оговорила поговорила предупреждала о рисках эпидуральной анастегии вот но для себя я теперь вот вообще вот все время спрашиваю если я предполагаю эпидуральную анастегию я все время спрашиваю были ли какие-либо травмы вот любые даже если бы там сильно шлепнули и как-то животное не так на это отреагировало очень важно да вот как я и говорила о применении препаратов прям в любых вариантах спрашивайте а сегодня давали какие-то препараты а вообще а когда последний раз пили какие вообще лекарства назначали а как она принимает таблетки то есть вот любые наводящие вопросы чтобы вы поняли вообще давали животное какие-то препараты очень важно анамнез предыдущих анестезий не бойтесь спрашивайте у них был ли когда-то наркоз они говорят нет не было а кастрированное животное да кастрировано а наркоз при кастрации давали ой да то есть более опять-таки в больших вариантах одно один и тот же вопрос задаем в нескольких предложениях меняя может быть просто слова местами они очень волнуются приходят к нам и все забывают и переживают поэтому могут вам честно не ответить на это приходится работать доктором хаусом и пытать их также важно у них узнать о чувствительности к препаратам могут быть ну очень часто да у нас с вами на антибиотики есть аллергические реакции на тот же самый литокаин аллергические реакции или еще на что-то я спрашиваю и про пищевую аллергию во-первых это владельцам очень нравится что им кучу вопросов задают что очень сильно интересуются только их животным вот но вы собираете больше то есть да если вы понимаете что животное на эту еду на то на все на все аллергия то есть это более чувствительное животное может быть к препаратам и амоксиклав который очень часто дает аллергические реакции вы подумаете точно ли вам нужно его вводить сейчас перед анестезией или мы можем заменить на какой-то другой антибиотик вот дальше поведенческие особенности вот может быть животное не литит мы же с вами это не не определим вот сейчас или одним глазом или вообще один глаз искусственный как все время байка ходит в человеческой медицине что анестезиолог проверяет как животное лежит на газу по глазу а это глаз искусственный вот так же и мы с вами чтобы не оказаться в том что у животного до этого были какие-то нарушения что он любит взвизгивать во сне или пьет как-то особенно чтобы потом это не сослались а вот ваша анестезия убила наше животное сделала его теперь вот таким вот странным поэтому лучше спросить если немецкая овчарка бегает за своим хвостом то после анестезии владельцы обязательно заметят что она бегает за своим хвостом и будет виновата в этом педуральной анестезии а она так и всегда бегала за этим хвостом вот расспрашивайте об этих поведенческих особенностях обязательно спросите о вакцинации почему потому что вы же берете животное в анестезию анестезия это всегда стресс для организма и соответственно иммунный статус животного падает у нас в клинике проходит куча животных они могут быть недообследованы насчет вирусных заболеваний и животное естественно может в условиях клиники заболеть вирусным заболеванием после анестезии той же самой банальной кастрации пришли в панель и подхватили или кальцевирус там не дай бог подхватили такие серьезные заболевания и вы владельцев должны предупредить ваше животное не вакцинировано мы берем в клинику где много животных да мы стараемся не брать с признаками вирусного заболевания но не всегда мы можем это заметить что есть вероятность того что вы не вакцинировали заболеет таким и таким заболеванием когда вы предупреждаете людям проще на это как бы пойти согласиться и потом вам не предъявлять претензии также обработка от паразитов особенно касается малышей если они только что подобрали где-то животное на улице ваша анестезия которую вы дадите животное остынет в этой анестезии перестаньте проснизиться эти гельминты могут скрутиться комочком и сделать непроходимость кишечника сами потом не распутываются сделать непроходимость кишечника поэтому сильная заглистованность конечно очень важно ну да конечно еще сердечные гельминты тоже очень могут вам сильно-сильно навредить ну мы в Москве живем кто-то живет в Краснодарском крае сейчас уже это не важно сейчас распространение этих сердечных гельминтов стало вот по всей России поэтому ну тоже в принципе можно как-то себе держать в голове по поводу если у вас начнутся какие-то нарушения ритма непонятные в анестезии и очень часто все расспрашиваем потому что у животного самого когда мы останемся на один на один мы с вами не сможем спросить ничего ну далее с вами мы потихонечку переходим к клиническому осмотру клинические осмотры у нас с вами очень важные дают тоже информацию наше все потому что заплатить деньги за анализы за инструментальные исследования не все соглашаются есть бабулечки дедулечки есть люди не понимающие зачем тоже это делать они хотят тратить свои деньги но у нас есть с вами наши с вами руки глаза уши нос да облизывать не надо на вкус проводить животных не надо но запах мы тоже с вами можем чувствовать какой-то не такой вот и клинический осмотр это все наше мы можем с вами все что угодно заподозрить найти и обнаружить нужно не лениться осматривать животных да с агрессивными животными сложнее животными в тяжелом состоянии сложнее но минимальный осмотр у этих даже животных можно провести даже у агрессивного попросив владельца поднять губу и нажать на этот самый на десну а можно владельца попросить вы присядете просто рядом а владелец приложит панендоскоп да конечно пульс вы не пощупайте но можно в принципе на задних ногах пощупать пульс они иногда проще это дают чем передние да ноги и там голова подальше то есть не ленитесь не пугайтесь потому что агрессивное животное все-таки должно тоже быть обследовано ну и начинаем как всегда с ТПД нашего температуры пульс дыхания что нам может с вами сказать температура но температура мы понимаем что у млекопитающих у нас не зависит от окружающей среды если к нам пришло животное с улицы оно все равно должно быть тепло и если температура у нас с вами повышенная да мы иногда можем сослаться на то что животное волнуется но если мы понимаем что оно волнуется неуповышенной температурой именно за этого то лучше попросить животного уже прийти из дома с измеренной температурой потому что как гипертермия так гипотермия нам очень страшна в анестезии во-первых потому что гипотермия мы ухудшим в анестезии гипертермия нам может говорить о серьезных заболеваниях животных мы помним что разные диапазоны температуры у нас у животных но все равно они должны быть помним что отличаются у нас новорожденные малыши что у них немножко пониже температура что у кошечек что у собачек но понимаем что в среднем должна быть такая температура если есть какие-то отклонения лучше провести дополнительное обследование животного нежели оно погибнет у нас в анестезии гипотермия нам страшна и мы можем подозревать того что у животного нарушение перфузии ткани и отсюда животное не может нагреться но это понимаем если это животное которое у нас сейчас не замерзало на холоде под машиной вся мокрая то есть гипотермия может быть гиповолемического шока который вы быстро остановите и восстановите и согреете это животное или животное только что провалилось под лед тоже будет гипотермия физическая но всегда помним что гипотермия может быть именно из-за нарушения перфузии тканей или гипергидротации тоже когда чрезмерное количество жидкости у животного то есть если животное перекапали тоже будет гипертермия. Все это ведет к нарушению перфузии тканей. Повышение температуры мы с вами должны рассмотреть с двух сторон, как простая гипертермия или как лихорадка. Гипертермия – это простой перегрев животного. Например, кошка с брахиотифолическим синдромом ехала в машине, перенервничала, лето, жара, ей не включали кондиционер. То же самое с собакой может случиться, которая французский бульдог, мопс, они просто не могут себя охладить, потому что дыхательные пути у них сужены. Поэтому нужно посадить, успокоить, дать попить воды, посмотреть, пересмотреть через некоторое время. Если это в действительности вызвано внешними условиями, то это банальная гипертермия, перегрева, волнения, и через какое-то время это все-таки пройдет. Но если это вызвано перогенами, и это у нас истинная с вами лихорадка, то тогда мы должны с вами искать источник воспаления в организме животного. Можем уже там взять какие-то анализы, посмотреть, предпринять какие-то, поискать этот участок в организме, где вызывается у нас воспаление. Пульс тоже у нас с вами может иметь разный диапазон у животных. Почему? Ну, потому что они волнуются. Но все равно все-таки есть какие-то пределы, которые мы с вами должны насторожиться и что-то заподозрить. Если это крупная собака, и на нее очень сильно бьется сердце, ну, наверное, мы можем что-то подозревать. И если это не успокаивается никак, и мы не слышим у нее дыхательной аритмии, мы можем подозревать какое-нибудь идиопатическое, какое-то нарушение ритма, да, может быть какой-то наджелудочковую какую-то тахикардию, да, поэтому здесь все время нужно это вот предполагать и рассматривать, потому что не всегда от волнения такая большая величина сердечных сокращений. И у кошек наоборот, да, если мы понимаем, что кошка, кошка сидит, и у нее сердце бьется меньше ста, ну, это как-то вот очень странно, да, может быть у нее какая-то есть блокада, да, какое-то нарушение ритма заболевания сердца, или она в шоке сейчас находится, да, потому что у кошек мы с вами редко видим повышение ЧСС в шоковом состоянии. Обязательно пульс не только оцениваем как со стороны ЧСС, да, чистоты этого пульса, но сравниваем, мы прослушиваем с вами сердце и руку ставим всегда на пульс и ждем, чтобы это было синхронно с сердцем. Если это не синхронно с сердцем или разная пульсовая волна, обязательно лучше сказать об этом владельцам, что вы что-то подозреваете и хотите, чтобы прошли, животное прошло кардиообследование. Всегда смотрите наполняемость пульса, да, волну пульсовую, напряженность сосудистой стенки, вот, в норме мы должны с вами видеть хороший пульс, хорошего наполнения, синхронный с сердцебиением, да, и без каких-либо провалов. Поэтому если что-то вас настораживает, то смотрите, сколько мы заболеваем с вами уже можем посмотреть. Что касается чистоты дыхательных движений, здесь тоже животное чаще всего волнуется, у них-то хипноя, они дышат очень часто, вот, но мы с вами не должны забывать, что цианоз каких-то слизистых, какое-то не такое дыхание, тоже это неправильно, и должны более честно посмотреть, как тем более дышит животное. Кошка может дышать с открытым ртом в переноске, когда она ехала в машине, или она всю жизнь сидела дома, ее никогда не выносили, конечно, она будет нервничать. Но мы владельцам должны сказать, что для кошек не характерно дыхание с открытым ртом. И я вижу сейчас такое дыхание, мне бы хотелось, чтобы вы пошли к кардиологу. Но если они не хотят, послушайте ее сердечко. Да, если вы не слышите ритм голуба, может быть, все-таки нет там заболевания сердца, и это дыхание именно связано с волнением, потому что, ну вот, мой собственный кот всегда так дышит в переноске, потому что он волнуется, у него нет заболеваний сердца. Когда он наносится, как сумасшедший, он тоже дышит с открытым ртом, через какое-то время успокаивается. Но я вижу, что это ярко-розовые слизистые, потому что он перегрелся. Носится он у меня брахиоцефалом. Британский кот, я всегда считаю всех брахиоцефалом. И набегался, и лишь в том, через некоторое время прекращается, все прекрасно. То есть толерантность к физическим нагрузкам у нее нормальная, и сердце подозревать я у него не буду. Поэтому всегда тоже вот как-то напрягаемся и смотрим, не пренебрегаем этим. Даже если животное у нас стахипное. Дальше мы с вами должны оценить водный баланс вообще в организме животного. Сколько в ней воды обезвожено животное или не обезвожено животное. Мы все знаем, что есть проценты гидротации, есть определенные признаки этого, но немножко есть особенности. Опять у нас с вами есть малыши, и есть взрослые животные. Даже не взрослые, а пожилые животные. Вот малыши, они больше процентов их организм состоит из воды. И они, никогда вы не видите у них при обезвоженности сниженный тургор кожи. Это уже будет какая-то предельная стадия. Поэтому у малыша мы с вами не сможем по тургору кожи. У них очень эластичная эта кожа, сильно наполнена водой. По тургору кожи нам будет сложно с вами оценить, что у него есть обезвоживание. Поэтому это надо помнить. А у пожилого животного наоборот, все в обратную сторону. Эластичность кожи уже теряется. Могут быть какие-то эндокринные заболевания, такие как кушин, когда кожа истончается. И кожная складка может дольше исправляться. Поэтому тоже у пожилых животных по тургору кожи сложно оценить. Дальше у пожилых животных может быть уже из-за каких-то нервных нарушений тоже западение глазного яблока. Потому что меньше эрегируется и ригидность мышц появляется головы. И мы с вами видим, что мышцы потеряли. Мы подумаем, что он так сильно обезвожен, потому что глаза у него запавшие. Ну, дальше с той же самой сухостью слизистых. Нужно оценить все это в динамике и конкретно к данному пациенту. Если у нас пациент сидит, дышит, и только что попил воды, или он слюнявый, то с вами сухость слизистых мы оценить не сможем. Они будут все время влажные. Но это не влажные, а он слюнявый. Или у них есть какой-то парадонтит, парадонтоз, и все время эти слюни. И да, да, они будут влажные и слизистые. Они не будут влажные, да, в истинном их варианте, они будут слюнявые. Хотя кот может быть обезвоженный или собака. Также если собака часто дышит, она пришла в клинику, ей никто не дал воды попить, а слизистые высохнут. Она очень часто дышит. Это лето, например, да, и она с улицы только что пришла, волнуется, там было жарко, и у нее слизистые, естественно, будут суховатые. Поэтому все время вот эта вот оценка должна быть относительно каждого пациента, относительно каждой категории. Но важно оценить нам гидротацию организма, да, потому что любые эти вот нарушения у нас всегда можно заподозрить, да, нехватку перфузии тканей или какие-то сильные электролитные нарушения. Этой табличкой можно всегда пользоваться, да, смотреть на нее и понимать, что происходит с животным. Дальше у нас с вами кожные покровы. Их тоже очень важно осмотреть. Есть ли облысения, да, симметричные ли эти облысения. Это нам может говорить о эндокринных заболеваниях, истольчении кожи, как я уже говорила, да, характерный синдром Кушинга. Также всякие пиодермы, повреждения кожи, ожоги, шрамы. Все это нужно осмотреть. Пиодермы нам очень сильно с вами мешают в делании инъекций, потому что в области этих мест мы не можем с вами делать инъекции. Очень мешает эпидуральной анестезии, если у нас есть кошка, которую не обрабатывали от блох, а у нее там все расчесано в районе крыса. Да, это очень вероятный риск занесения инфекции из таких воспаленных тканей, да, в эпидуральное пространство. Мы не можем катетер поставить в лапы, если там есть рана какая-то, да. Потом все кожные нарушения, какие-то залысины. Лучше показать сразу владельцу, потому что потом вас обвинят, что это вы сделали, хотя пришло животное, это уже было так. Также и в ротовой полости нужно осматривать все возможные извязнения, покраснения, новообразования, потому что это вы можете заподозрить какие-то кальциевирусные инфекции или уже уремический стоматит, да, и генгивит. Или отправить их к стоматологу заодно, в одну анестезию, да, и сделать санацию зубов. Это тоже очень важно. Дальше мы с вами будем осматривать сердечно-сосудистую систему. Мы все понимаем, что это очень частая причина осложнений в анестезии этой стороны сердечно-сосудистой системы, поэтому не ленитесь. Я всю жизнь работаю обычным фонодоскопом, Литман. Он хорошо все в нем очень слышно. Он стоит 300 рублей в обычной аптеке. Мне они нравятся, потому что они разноцветные. Я слышу его очень хорошо, хотя у меня есть нарушение слуха. И никогда не стремилась покупать себе дорогущий фонодоскоп. Просто вам нужно подобрать себе фонодоскоп и как можно больше слушать. Слушать, слушать и слушать. Поэтому не обязательно какие-то крутые фонодоскопы себе использовать. Да, я слушала в хороших, дорогих фонодоскопах. Может быть, лучше слышно. Но в моем точно так же слышно. Я точно так же не пропускаю никакие шумы у животных. И больше вам скажу, и у кошек слышу шумы. В свой обычный, простой, дешевый фонодоскоп. Поэтому фонодоскоп пальпация сердечного толчка. Ну, конечно, мы не проводим перкуссию границ сердца. Но хотя бы пальпация толчка, развитой он или ограниченный, нам с вами возможно это найти. Да, может быть, толстое животное, может быть, с круглой грудной клеткой, бочкообразной, с более узкой грудной клеткой. Но это нужно всех-всех осматривать и смотреть, не лениться. Мы понимаем, да, что резерв сердечно-сосудистой системы может быть разным у каждого животного в любом возрасте. С малышами мы уже поняли, что там просто не до развитости всех органов и самого сердца, и нервной системы. У пожилых животных уже просто истончение всего происходит, и ухудшение этой функции, да, и вероятность заболеваний. У обычных животных мы с вами всегда можем подозревать врожденные заболевания. Мы должны с вами обязательно посмотреть, сколько бьется сердечко, да, сколько у нас животное, как дышит у нас, да, часто, нечасто, с открытым ртом, цвет слизистых должны посмотреть, как дышит, послушать, сравнить сердце с пульсом, да, послушать шумы сердца. И ритм голопа ни для кошек, ни для собак не является нормой. Поэтому, если мы это слышим, мы должны обязательно направить к кардиологу. И у кошек вот в последнее время, да, ритм голопа являет, ну, вот у меня несколько таких есть, по-моему, трое их, или двое, не помню уже. Только услышав ритм голопа, я смогла у них заподозрить сердечное заболевание. Хотя переносимость физических нагрузок отличная, носится прекрасно, бегают, не дышат с открытым том, была анестезия, небольшая, правда, перенесли, прекрасно, и прекрасно восстановились. Но сходили к кардиологу, и у них, да, есть ГКМП. Причем не такая вот, как бы стрессовая, которая потом может пройти, а вот обычная, нормальная ГКМП. и они уже наблюдаются у кардиолога. И, естественно, протокол анестезии был уже с учетом данного заболевания. Обязательно должны помнить, что мы наркозными препаратами ухудшим сердечную деятельность. Но это не значит, что животные с сердечным заболеванием мы не можем брать в анестезию. Нет, этого не значит. Мы должны понимать, что в анестезии мы должны брать любое животное. Но протокол наш должен быть соответствующий. И владельцы говорят, ну хорошо, но проведите, как раз, зачем я пойду к кардиологу, проведите мне вот этот сердечный протокол. А вот здесь нет. Здесь, к сожалению, на каждое сердечное заболевание должен быть свой протокол. Почему? Потому что мы прикинем в воздействии лекарственных препаратов на сердечную функцию. И должны подобрать так препарат, который уравновесит эти гемодинамические эффекты конкретного заболевания. Если при одном заболевании нам нельзя, чтобы падала, была брадикардия, при другом заболевании нам наоборот нехорошо, чтобы поднималось высоко ЧСС, что сердечко просто не успеет наполнять, там диастолическая функция нарушена. То есть мы здесь отсюда и пляшем, и выбираем, при каких-то я никогда не применю альфа-2-огонисты, а при каком-то заболевании я по каких-то минимальных количествах буду, потому что мне будет на руку, что будет снижаться этот ЧСС. Вот. И поэтому я владельцам объясняю. Если я буду знать конкретное заболевание вашего животного, я смогу подобрать препараты, даже без всяких опиоидных препаратов, да, если и провести эту анестезию, потому что деваться нам некуда. И если, да, ну, я объясняю, и владельцы это понимают, уходят к кардиологу, приходят, и я уже работаю с этим протоколом. То есть единого какого-то сердечного протокола, к сожалению, не существует. Вот. И по обследованию животного мы уже можем заподозрить и не просто сказать, вам нужно к кардиологу. Они вообще не понимают, почему им нужно к кардиологу. А вам нужно к кардиологу. Почему? Потому что я слышу громкий шум у собаки. Потому что, да, и вам нужно к... Если она хорошо переносит физические нагрузки, у нее не происходит отдышки, тахитное, усталости, не было никаких обмороков, по жизни, она не стала в последнее время более вялой, но не связана с заболеванием конечностей ее, да, каких-то, а именно вот просто раньше ходила вот до парка километров, а сейчас вот она останавливается по дороге. Если вы этого не видите, в принципе, вы послушали, нету никаких аритмий, а если присутствует дыхательный аритмий, так это вообще еще хорошо. Это говорит, ну, больше можно подозревать, что сердце здорово. Мы можем взять в анестезию без кардиообследования. А если вы что-то все-таки замечаете странное, то лучше отправить к кардиологу и сказать, я слышу шум в сердце у вашего животного, подозревая нарусение там, клапанного аппарата, да, так что у вас порода предрасположена к этому и возраст уже. Мне нужно оценить, насколько, да, регургитация, насколько сердечный выброс, нет ли застойных явлений в легких, да, и в большом кругу кровообращения. И тогда владельцы вам больше доверяют, когда вы ему объясняете, почему вы это делаете. Не просто так, кардиолог, ну, там вот у нас это стоит 4,300, да, в клинике. И они такие, господи, колоссальная сумма, это же сумма, можно сойти, почему мы должны его посещать, хотя ваша там операция стоит 3,000 рублей. Ну, вот здесь уже обоснованно мы должны все заговорить. Дальше мы что с вами еще кроме аритмии, да, можем услышать? Мы можем с вами увидеть увеличенные стенку брюшную, да, мы можем поболтать брюхо в одну и другую сторону и услышать с вами, что там плещется водичка, да, нажать на печень, придавить и посмотреть, не набухает по еремной вены, вообще еремной вены, смотреть, если животное не очень пушистое. Вот, это тоже может нас натолкнуть на какую-то правосердечную недостаточность. Поэтому очень внимательно нужно именно проводить осмотр животного и спрашивать владельца обо всем. Естественно, когда мы услышим хрипы в легких, ну, это да, это мы уже будем с вами что-то думать. Кашель, почему сюда не написала кашель? Ну, потому что кашель может присутствовать из-за сердечной проблемы, а может присутствовать, да, и в большей степени все-таки присутствует из-за заболевания легких. Вот, поэтому, ну, да, кашель может иметь место при сердечных заболеваниях, да, но он не является таким патогомомничным признаком сердечного заболевания, да. вот, поэтому, еще, знаете, вот такая вот вещь очень, как бы, интересная тоже, когда готовилась к лекции и прочитала, что животных, например, ну, кто-то там отмечает, щенок бегал-бегал, потом раз, лег, и задние ножки так немножко отказали, а потом встал и пошел. А это вот, может, такие эпизоды, да, отказа, не слабости, не отказа, а слабости задних конечностей, может нам говорить о наличии у этой собаки, ну, это щенка, скорее всего, молодого животного, ватал протока, да, и посмотреть на цвет слизистых петли или пениса, да, там, и увидеть, если они цианатичные, то это вот в большей степени нам подтверждает. Это вот еще один, да, такой нам с вами клинический инструмент для определения болезни сердца, да, уже из-за намных, вот, еще не поставив руку или фондоскоп, потому что баталов шумит очень сильно, вот, мы с вами можем заподозрить какое-то сердечное заболевание, да, и понять, что есть, ну, и, да, все время спрашивать, как переносить нагрузки, да, вот как обычно ходили, да, потому что все-таки с пожилым возрастом заболевают суставы, у нас животное приходит с какими-то хромотами, но нужно понимать, вот у этой хромоты нормально переносили нагрузки, да, и тогда уже заподозрить сердечные заболевания. по дыханию то же самое, да, мы должны смотреть частоту дыхания, да, я как уже говорила, что частое дыхание может быть связано именно с поведенческим, а может быть и не поведенческим, да, тип дыхания, как дышит животное, больше животом, больше грудью, может быть, какую-то позу принимает, может быть, расставляет локти, может быть, все время вы кладете его на бок, он перекладывается на грудь, ему так легче решать, да, симметричность дыхания, да, вот прям на грудную клетку смотрите, и с одной стороны можно больше расправляться, с другой меньше, вот, это все очень важно и отлично, тогда продолжаем дальше, дальше с вами можем посмотреть и обследовать трахеальный рефлекс, да, нажав на хрящи гортани, на саму трахею можно тоже иногда где-то вот так чуть-чуть нажать, мы всегда на этот положительный трахеальный рефлекс подозреваем маленьких собачек, очень сейчас часто встречаются с коллапсом трахеи, особенно это вам будет осложнением после интубации, я сейчас прям заранее предупреждаю уже всех животных, что после интубации у вас, возможно, будет кашель, не пугайтесь, если в течение пяти дней он не проходит, то обратитесь к терапевту, потому что это может быть, и тогда вы не будете иметь зло у владельца через два дня, который говорит, вот ваша анестезия, вот это вот нас вызвало, нет, я их заранее предупредила, что вы увидели, что я надавила на горкань животное закашляло, да, у вас чувствительная трахея, может быть, там нет еще коллапса, но трахея уже чувствительная, после моей трубочки, которая неизбежна, которая должна оставить в горло, может усилиться это все, они очень спокойно это воспринимают, и меньше с этим скандалов и рубаней, потому что я их предупредила заранее, аускультировать нужно легкие по всем полям, не стесняйтесь, потому что это очень важно, потому что какой-то доли легкого может быть менее воздушной, может быть, вообще не проводит, может быть, в ней только хрипы, да, и отек легких тоже может начинаться раньше, или пневмонии не будет только одной доли, поэтому лучше аскутируйте лево и право и по всем полям легких. Очень важно с владельцами оговорить наличие брахиотифолического синдрома, потому что может быть банальная какая-то стерилизация, собака нормально переносит нагрузки, ну, с трудом там переносит жару, потому что они говорят, она у нас сидит все время в кондиционере, на даче у нас прохладно, в принципе, не переохлаждается, мы не замечали, но я всегда смотрю, насколько животные сейчас у нас в клинике дышит, насколько вот она волнуется и насколько она справляется, потому что после интубации могут быть серьезные последствия у этого животного. Я говорю, проговариваю всем животным с брахиотифолическим синдромом, что возможно понадобится брахиотифолическим домом, временно, когда мы не решим этот вопрос. Так меньше скандалов, так меньше претензий потом к врачу, потому что я их предупредила. Ну, и вы, собственно говоря, можете это все осмотреть, сразу ноздри осмотреть, насколько животное вдыхает, выдыхает, насколько вы справитесь с этим. Может быть, просто имеет смысл в одну эту операцию сделать эти две. И тогда и животному будет проще, и вам легче будет вывести животное из наркоза и продышать. И продышать очень внимательно обращаем внимание на истечение износа у кошек, на всякие скопления, не то, что даже слизи, а корочки около носа. Говорим, просматриваем про какой-то кашель. У кошки тоже трехиальный рефлекс проверяем обязательно, потому что потом, когда кот придет после кастрации, вы не докажете, что не у вас в клинике заболело животное этим насморком, и не у вас в клинике он подходил кальцевироз. А он уже пришел с этим заболеванием. Поэтому все истечения, даже у собак гнойные истечения, тоже проверяем износа. Они иногда очень часто слизывают их, и владельцы не могут видеть, владельцы не могут заподозрить, что это кашель или что это хрипы, или какие-то истечения присутствуют. И всякие полипы в носу у кошечек могут быть, поэтому истечения более частые, и когда вы их будете выводить с наркоза, усиленное образование слизия может вам сильно навредить, закрыть дыхательные пути вот эта слизистая пробка, и вы можете потерять животное, потому что начнет просто задыхаться. Поэтому всегда, всегда очень хорошо осматриваем и понимаем, что если у животных есть какие-то проблемы с дыхательной системой, мы их больше осматриваем, мы понимаем, какое это заболевание дыхательной системы, и всегда даем кислород таким животным и следим за то, чтобы кислород был всегда в доступе, делаем приоксигенацию все время, после анестерии тоже больше следим, чтобы была кислородная поддержка, вдохи и выдохи были у животного нормальные. Дальше мы с вами должны осмотреть желудочно-кишечный тракт. Казалось, зачем нам, какая разница желудочно-кишечный тракт, какая анестезия, все это фигня. Нам это с вами не нужно. Нужно и очень как? Почему? Потому что у нас с вами могут присутствовать регулигитация у животных, обычная регулигитация, боксеры, например, очень склонны к регулигитации, английские бульдоги. Вы из-за этого можете иметь риск аспирационной пневмонии. Или вообще владельцы не обращают на это внимание, после анестезии это ухудшится, они скажут, что это вы сделали, а еще коллеги добрые вам подтвердят, что после анестезии есть риск эзофагита. И всяких вещей и проблем с кардианным сфинктером. Поэтому лучше опросить, посмотреть, поговорить и сразу понять, потому что может быть они вот эти регулигитации у английского бульдога думали, что это банальное его сунотечение и он просто так хрюкает. после анестезии соответственно у вас может быть пищевод много скопиться, может у вас быть расширение пищевода и это будет не очень хорошо. Поэтому нужно очень тщательно осматривать. Дальше, например, расширение органов брюшной полости, того же самого кишечника, той же самой матки, беремене не относится к желудочно-кишечному тракту, но все равно может вызывать нарушение венозного возврата большого крупного обращения, что они давят расширение, эти органы давят, или большая печень, большая селезенка давят на сосуды и крови меньше возвращается. Вы можете иметь риск развития шока. Особенно, когда вы положите животное на спину, когда эти органы все придавят, биофрагму придавят, животное даже и не дышать не сможет хорошо, потому что начнется гиповентиляция. Могут быть всякие животные с хроническими потерями белка, эндропатии, с потерей белка, и поэтому вы можете понимать, что у вас не такое будет перенос ваших антикологических препаратов, которые должны сцепиться в крови с белками, потому что у вас мало белков, да и банально то же самое онкотическое давление в сосудах у вас будет очень маленькое и вы можете иметь развитие гиповынии и гипотензии. Поэтому очень внимательно и желудочно-кишечный тракт осматриваем. спрашиваем когда последний раз в туалет ходил, потому что если он до этого не ходил 2-3 дня в туалет и вы еще возьмете на анестезию, пересталь кишечника может снижаться, животное испытало стресс в клинике и еще 5-6 дней не будет ходить после этого в туалет, и будьте вы виноваты. Хотя до этого животное уже не были какие-то проблемы, а вот вы просто чуть-чуть добавили это и усугубили. Может быть стоит сразу слабить и не будет назначен. Мочево-выделительная система тоже нам очень важна. Здесь точно так же может быть у нас цистит, который раньше не замечали владельцы, а после вашей анестезии он разобьется на их глазах. Ну, он не разобьется, просто они начнут более пристально смотреть на своих животных. Поэтому спрашиваем как ходят в туалет, кровь без крови, часто, может быть много пьет, много писает, попальпируем почки, они могут быть бугристые, может быть нам стоит более тщательно смотреть мочево-выделительную систему. Также у нас потери белка может быть с мочой, и мы с вами поймем. Или владельцы отметят какой-то не тот запах от мочи, тоже нас могут наталкивать на очень такие важные вещи. Что вот еще не сказал, в желудочно-кишечной системе нам важна с вами печень, функция печени, то есть мы можем посмотреть ее увеличение, наоборот уменьшение, нам может говорить уменьшение, что может быть там есть шунты, может быть перфузия по печени нарушена, метаболизм препаратов будет хуже, Или наоборот, у нас с вами печень расширена и она может быть липидозная. Тоже у нас будут проблемы с выведением наших препаратов, которые метабилизируются печень. Что касается нервной системы. Здесь вот тоже все наши предостережения того, что животное могло не видеть. У животного мог быть вестибулярный синдром, и животное держало голову на коне, но, а владельцы считали, что это просто особенность животного. Или губа свечная, да, мы должны понимать, что есть какие-то нарушения. Или у нас тот же самый пищевод можно прощупать, да, у нас он расширенный, это может быть как там резинка мяса не играется, да, что нарушение с пищеводом, та же регургитация может присутствовать, да. Может быть, животное плохо слышит, мы после анестезии будем думать, что это ухудшение после анестезии, а это есть такая особенность. Или у животного есть нервный тип, или у животного есть судороги в анализе. Я всегда предупреждаю владельцев, что после анестезии судороги могут обостриться. Нет, это очень редко в моей практике происходило, но это возможно. Если я их предупреждаю, они к этому готовы. И они не прибегут через один-два дня и жалуются, что вот такая ваша анестезия плохая. Дальше, может быть, посмотреть на все нервы, может быть, не нервы, а все мышцы. Может быть, какой-то нерв не так реагирует, и здесь мышца менее развита, да, мы будем думать, почему мышца так меньше развита в муску не с данной конечности. Может быть, у нее травма позвоночника. Вот. Также очень важно спросить, может быть, это животное писается все время, или у нее наоборот задержки, да. Может же пиометр случится у животного с проблемой со спиной. А у него есть спинальная походка, он вроде пришел к вам на своих ногах, вы не спросили, а животное, например, там не мочится самостоятельно, владельца отдавливает. Они забыли вам об этом сказать, да, у вас будет переполнение ночевого пузыря. Вот. Поэтому нервную систему тоже не забываем, может быть, проверить какие-то рефлекции. Да, конечно, я не как, как некролог не проверяют, но я все это осматриваю и всегда вот смотрю, как двигается животное. Может быть, у него заносит задние конечности, а владельцам это все равно, они не обращают на это внимание. Вот. Потому что любое расслабление, то есть, да, даже при грыже, животное может ходить, все хорошо, а когда мы положим его на стыдии, оно расслабится, у нее и так был неврологический дефицит, там, допустим, первый или второй. А животное расслабилось, мы его понесли, как-то неаккуратно положили, а расслабленное, это все может ухудшиться. Поэтому это очень-очень-очень важно нам с вами понимать. Ну и дальше мы с вами будем рассматривать, да, какие же все-таки должны, зачем мы берем анализы, да. Вот мы посмотрели животное, все у него, может быть, не так плохо, может быть, мы что-то заподозрили. Вообще, вот, когда готовилась, да, к данной презентации, пересмотрела, вообще нету однозначных данных, кому брать анализы, кому не брать. Большинство вот просто в постсуру советуют брать анализы. Поделюсь тем, что, как бы, за это время работы приняла я себе. Молодые животные, которые я ничего не нашла при осмотре, в анализе, я смело не беру никакие анализы, мы смело идем на анестезию. Животное старше 6 лет, я им рекомендую пройти анализы. Если я что-то на осмотре нашла, мне что-то не понравилось, я, может быть, если уже владельцем не так много финансов, я рекомендую сдать только вот данную область. спочки бугристые, да, у кота мне не понравились, может быть, от него какой-то уронический запах. Я попрошу сдать все-таки анализ, объясню, почему. Вот. Глюкозу часто меряю, предупреждаю владельцев, что там животных с больной печенью, у животных маленьких и пожилых, я буду измерять 2 раза глюкозу как минимум за свою анестезию. Да, и как мы иногда с вами замечаем, что у кошек стрессовая глюкоза, повышающаяся на стрессе. Ну вот, я для себя приняла такую вещь, да, что если глюкоза больше 13, меня настораживает ее статус сахарного диабета, да, я могу подозревать. Вот. И, может быть, я попрошу сдать ее мочу, чтобы в моче посмотреть уровень глюкозы и кетоновых тел. Для собак, наверное, все-таки больше 9. До 9 я спокойно к этому отношусь и особо сильно не переживаю, тем более, если в анамнезе они не говорят, что есть полиурея и пунктепсия. Ну, и если у меня животное вялое, я измерю глюкозу, именно у меня маленькая, меньше 3. Соответственно, я никогда в жизни до стабилизации состояния понимаю, что происходит с животным, я не пойду в анестезию. То есть данные границы, которые я вам прописываю, это те, которые меня насторожат, и я предприму какие-либо действия, чтобы понять, идти мне в анестезию дальше или нет. Соответственно, по анализам, да, мы с вами будем понимать, что у нас. Но есть вот такие, какой-то вот там, несколько анализов, которые возможно взять рутинно всем. И они нам более важны для понимания, что в организме животных. Тот же самый уровень белка и альбумина. Они нам дают понимание, какое анкотическое давление у животного будет, да, и если у него обезвоживание или нет. Это может быть даже рутинно, если есть возможность у владельцев финансово, взять каждого животного. Те же самые электролиты. Это вот натрий и калий. Они нам с вами очень важны. Натрий нам может говорить о дегидратации, какой дегидратации, да. Калий нам с вами очень страшен, потому что он влияет у нас на сердечный ритм. Кальций тоже влияет на сердечный ритм, но с ним меньше встречаемости, чтобы была гиперкальциемия, вот, чем с калием, потому что калий может теряться с рвотой, с диареей, просто от того, что они получают какие-то фуросимиды, да, ну, какие-то лекарственные препараты или у животного почечная недостаточность. Или обструкция уретры, да, при обструкции уретры мы с вами будем видеть высокий калий, который будет влиять на сердечный ритм, а при, наоборот, почечной недостаточности у них будет все записываться, и будем чаще видеть маленький калий, и из-за этого у нас будет стоять, перестать к кишечнику, да, и животное будет вялое и слабое, и, да, мы знаем с вами, что у нас мерные явления могут быть. Первый признак – это вентрофлексия с вами. Вот, фосфор, в принципе, там тоже важен, но не является прям таким рутинным, это если мы уже что-то с вами подозреваем, да, что будет у нас что-то в организме. Дальше, мочевина, да, мочевина, она тоже важна, мочевина, она сможет натолкнуть, да, какие-либо нарушения ее на желудочно-кишечные кровотечения, на какие-то патологии почек, да, и метаболизма в печени, да, поэтому, если мы что-то понимаем, что-то у нас не так, может быть, мы сдадим с вами анализ мочи, чтобы понимать, что там происходит. Вообще, да, ну, как бы планово, есть плановая процедура, здоровое животное, мы не берем их рутинно, но можно взять рутинно у животных некоторые анализы, это гимотокрит, белок, да, глюкозу, мочевину и креатинит. Это нам даст понятие о том, что животных происходит, такие вот общие банальные, да. Для оценки почек, для чего она нам важна, оценка этих почек, да, почему мы обращаем внимание на мочевину, адрот, и если есть какие-то отклонения, то берем анализ мочи. Лучше, конечно, вкупе осматриваться анализом мочи, вот, но потому что, если у нас есть изменения с вами по этим показателям, то это уже говорит о том, что больше 75% функций почек, да, нефронов у нас умерло, и они не функционируют. Любая гипотензия, гипотермия в анестезии усугубит работу почек, они не так будут выводить нам анестологические препараты, будет задержка вовведения данных препаратов, и у нас животное может погибнуть или ухудшить свою почечную показателю, да. Не значит, что если эти повышенные показатели, мы не возьмем их в анестезию. Нет, это не значит, но это значит того, что мы можем подозревать у них артериальную гипертезию, да, из-за истинной болезни почек, мы можем подозревать у них нарушение функции почек, нарушение фильтрации, может быть, у них есть какой-то острый процесс, там, какой-нибудь регламированный фрит, у данного животного, может быть, им стоит сначала полечиться от этого заболевания, стабилизироваться, а потом плановое, и не терпит отлагательства, даже если это в первом конечности. В первом конечности можно наложить лангетку, полечить свои почки, разобраться, если у животного полиурея, полидепсия, что с анализом мочи, и уже чуть позже пригласить тогда на анестезию. Поэтому здесь все рассматривается индивидуально. Также мы с вами будем оценивать по анализам функцию печени, как я уже несколько раз говорила, что по печени мы с вами смотрим, как будет метаполизироваться препарат. И не забываем, что еще зависит свертывающая система. У нас, да, то есть печень у нас вырабатывает в несколько факторов, и нам это важно. Обычно мы смотрим это по АЛТ, щелочной, или рубинов. Если есть какие-то отклонения, то мы уже более детально исследуем этот орган. Может быть мы возьмем желчные кислоты, чтобы посмотреть функцию печени, насколько она с собой справляется. помним, что щелочная фосфатаза возрастает у молодых животных и при пилой ловне кости щелочная билирубина ГГТ там может нам говорить о заболевании гепатобили... заболевании желчного пузыря и протоков, желчных протоков. Поэтому с осторожностью относимся. Если мы понимаем, что у нас функция печени у нас не очень хорошая, может быть мы с вами прибегнем к современным препаратам, которые уже мало подвергаются печеночному метаболизму. И у них есть внепеченочный метаболизм, такой как пропопол, в небольших количествах хозофлюран, что у нас есть препараты, например, альфа-2-агонисты, которых можно реверсировать, и печень нам не очень сильно повредит. То есть может быть мы больше на них уклон делаем, если у животного больная печень, но нам нужно идти с вами в операцию. Также мы будем с вами обращать внимание на то, что у нас происходит с животным. Есть у нас какие-то клинические признаки у толстых, вялых собак. Мы, может быть, будем подозревать заболевание щитовидной железы и возьмем терероидные гормоны. Или наоборот худая, такая не очень с хорошей кожей, не кожей, а шерстью и хорошо кушающая кошка. Мы у нее будем наоборот гипертиреоз подозревать. Эти все гипертиреозы у собак и гипертиреозы у кошек немножко требуют другого введения в анестезии. И тем более у кошек, имеющих гипертиреоз, есть вероятность развития гипертрофической кардиоануропатии вторичной. Поэтому тогда мы ее еще и к кардиологу отправим. Может быть, здесь стоит тоже это осмотреть. Из клинического анализа крови нам с вами важен гематокрит. Понимать, на каком уровне у нас находится гематокрит, обезвоженный животный или не обезвоженный. Может быть, у нее есть анемия, который мы посмотрим на гематокрит по эстрацитам, чего у нас там не хватает. Также лейкоциты мы с вами оценим. Большие лейкоциты, соответственно, мы можем с вами видеть большие лейкоциты, например, в пепиометре. Если мы видим точно, что у нас есть какой-то септический очаг, то мы будем подозревать вовышенные лейкоциты, пугаться сильно этого не будем. Мы идем на операцию, чтобы мы должны с вами напрягаться. Может быть, животное уже в какой-то с тяжелой стадии сепсиса, что уже организм на что не отвечает. Может быть, она принимает какие-то препараты, которые въедают функцию лейкоцита. Нужно смотреть, или животное имеет панликопинию, или просто владельцы не замечали всех этих клинических симптомов, и народное тело подозревают. То есть будем немножко напрягаться, исследовать и смотреть. Также нам с вами нужны очень важны тромбоциты. Томбоциты, ну, как бы, мы с вами анестезиологи отвечаем за все, и за думание хирурга тоже. Просто если у нас низкие тромбоциты, у нас есть более высок риск развития кровотечений после и во время операции. Поэтому все-таки уже попросим, если мы видим какие-то низкие тромбоциты, попросим лаборанта, может быть, вручную пересмотреть, если они это не делают. Может быть, просто ошибка автомата. Или поговорим с владельцами об этом, поищем причину тромбоцитопении, может быть, тогда уже будем на операцию идти с тромбоцитарной массой или цельной кровью, потому что, чтобы восполнить данные потери тромбоцитов и минимизировать риски потери пациента от кровотечения. Поэтому это очень важно. Дальше, когда мы с вами провели все эти анализы, мы можем с вами дополнить свое обследование, если нашли какие-то нарушения в организме у животного рентгенограммы. Рентгенограмма нам много может что сказать, допустим, если заболевание сердца или нет. Мы можем посчитать по коэффициенту Бекина такой тест, подсчет, и посмотреть, есть ли увеличение сердца или нет. Честно, из интернета картинки данные. Я просто редко прибегаю к оценке сердца на рентгенограмме, потому что у нас в клинике каждый день есть кардиолог. Кто этим не обладает, может, естественно, рентген проще сделать, и большинство клиник имеют у себя рентгенаппарат. То есть мы считаем, берем две оси сердца, выкладываем от четвертых, сейчас указочку возьму, две оси сердца, откладываем их от четвертого грудного позвонка и считаем, сколько всего позвонков. Да, и есть норма у собак до десяти и шести, у кошек до восьми. То есть мы считаем, сколько позвонков вот эта вот красная линия и синие и складываем вместе. Если это не превышает вести запятая шесть позвонков, десять с половиной позвонков, то прекрасно сердце не больно. Вот эти два рисунка нам кажется круглое сердце, может быть, мы что-то там даже заподозрим поднятие трахеи. Вот, но если мы посчитаем здесь позвонки, здесь не выходит за десяти шесть. Это животное, мы не будем сильно подозревать в заболеваниях сердца. Хотя силуэты сердца, они совершенно разные. То же самое и у кошек. Посчитали, посмотрели, заподозрили, не заподозрили. Но не каждое сердечное заболевание у нас подвержено увеличение силуэта сердца. Дальше мы с вами можем осмотреть само трахею на предмет колобца. Не факт, что если на рентгене это есть, что это исключает данное заболевание. Можем посмотреть состояние самих легких, наличие жидкости, округление силуэта сердца, тумпанаду можем с вами исключить. Какая-то часть брюшной стенки нам может влезть, понять контуры почки, печени, заполнить кишечник, может быть увеличение воздушности кишечника, желудка, если желудок у нас кишечником с большим газом, может быть у животного есть проблемы с верхними дыхательными путями, на полность мочевого пузыря можем с вами оценить. Может быть какие-то старые переломы обнаружить, может быть какие-то сращения позвонков обнаружить. И мы будем тогда тщательнее и аккуратнее обращаться с этим животным в наркозе, потому что мы можем сместить ему что-то, причинить боль и уже понимать. То есть это может быть какие-то инородные предметы наружу на рентгене. Много чем он может нам подсказать и рассказать, что происходит. Особенно если у нас есть заболевания дыхательной системы, то рентген мы первое что сделаем и посмотрим, что там происходит все-таки с легкими. Дальше нам очень полезны с вами ЭКГ и эхокардиография. Рутинно я отправляю только животных старше 6 лет на это обследование кошек, отправляя на данное обследование собак с сильным шумом, если они не старше 6 лет. Но еще раз оговорюсь, что у нас кардиолог есть в клинике каждый тип, поэтому мы можем позволить если у вас нет, но если на эхокардиографии вам нужно посмотреть сократимость сердца, это может обучиться каждый человек, может посмотреть силуэт сердца, как по эхо могут врачи исключить перикардиальную грижу, так и по рентгену мы с вами можем исключить диафрагмальную или диафрагмную перикардиальную грижу. На эхо сердце мы сможем как врожденные, так и приобретенные посмотреть заболевания, можем аритмии увидеть, можем легочную гипертензию оценить, застойные явления. Но самое важное, что мы иногда отправляем молодых кошек на скриннинг, оценить стенки, толщину стенок, и оценить сократительную способность диастолы и систолы. Эти функции. Если они не нарушены, но есть клапаны заболевания, геометрия сердца не нарушена, но я более спокойно отношусь к этому пациенту, я понимаю, что риски у него намного меньше, чем если у меня систолическая функция нарушена. А может быть, если она настолько нарушена, то может быть, нам уже стоит подлечиться сначала, восполнить эту функцию при помощи препаратов и уже тогда решать, идем мы сейчас в анестезию или чуть позже. Это очень полезная вещь и всегда нужно правильно объяснить владельцам, для чего мы проводим инструментальные исследования. УЗИ брюшной полости, грудной полости нам тоже с вами полезно. Грудной полости нам полезны УЗИ, потому что оно может оценить наличие жидкости, наличие воздуха в груди и оно не требует такой сильной фиксации животного. Животное можно просто посадить и приложить датчик, если оно переживательно, это животное не хочет лежать на том же самом рентгене. Брюшной полости мы с вами можем оценить функцию печени, ну не функцию, а изменение печени, почек, кишечника, наличие жидкости, что с мочевым пузырем. Но это не является такими прям рутинами перед каждой анестезией. К этим методам мы с вами прибегаем дополнительно после нашего клинического осмотра и анамнита. Отсюда мы уже с вами понимаем, что есть какие-то изменения. Дальше мы с вами обязательно спросим у владельцев, какие препараты они применяют. Я это уже говорила, что я говорю в нескольких вариантах этот вопрос задаю. Почему? Да потому что у нас препараты могут воздействовать именно давать на организм такие побочные эффекты, которые нам не очень хороши в нашей анестезии. Или например совместно с препаратами анестезии усуглублять, синергировать друг друга действия. Например если это у нас животное с заболеванием щитовидной железы применяет хронический препарат, мы с вами подумаем отменять его не отменять перед анестезией. Ну вот я немножко собрала вот такую вещь что препараты при заболевании щитовидной железы так как они гормонозависимые требуют постоянного титра в крови мы не будем отменять. Тот же самый сердечный препарат инотроп примобильдан мы не будем отменять потому что нам не нужно чтобы падала у нас систолическая функция сердца и она уменьшала сердечный выброс нам нужно чтобы он оставался на том же уровне. поэтому я говорю владельцам всегда принести с собой еще и на вечер тоже таблетки потому что мы животное помещаем на сутки к нам стационару. антибиотики антибиотики здесь уже под вопросом если животное лечится то нельзя в коем случае курс антибиотиков прерывать но всегда помним что есть антибиотики которые не очень хорошо воздействуют на нас такой например аминогликази гентаминогликази антибиотики нервно-мышечные максиклав они очень часто дают аллергические реакции они могут да вот эта аллергическая реакция когда животное все отекает может вызвать вам гипотензию и системную воспалительную реакцию поэтому очень аккуратно осторожно относимся к этим вещам дальше эти препараты могут вызвать рвоту при введении их внутривенно и поэтому это не факт что животное сейчас заболело мы отменяем операцию потому что мы ввели антибиотик а животное вырвало понимаем что именно введение данного препарата вызвало рвоту нестероидные противовоспалительные препараты под вопросом потому что все-таки есть риск поражения почек потому что они например при гипотензии гипотермии задержатся и сделают нефотоксический эффект но если это животное которое с хромотой применяет этот препарат просто за несколько часов до анестезии допустимо конечно же его применение ничего такого страшного нету когда же мы просто следим очень хорошо за давлением за перфузией тканей и чтобы животное не охлаждалось или это какой-то артритчик который к вам пришел на удаление новообразования кожи но ножками он не двигает из-за того что у него они очень болят у него коксартроз и он принимает этот МПВС если мы сегодня отменим то вечером он нам не встанет он и так тяжело будет вставать после анестезии потому что мышцы слабенькие он будет залеживаться на полу ему придется дольше расхаживаться поэтому просто следим внимательно за животными прекратить в день анестезии стоит гипотензивные препараты которые применяются при заболеваниях почек при артериальной гипертензии и при заболевании сердца которые обладают возделительным эффектом против сосудов суживающие поэтому они нам усилят это действие наших препаратов которые тоже вызывают сильную вазодилитацию мы с вами просто-напросто животное вызовем сильную гипотензию и поэтому в день операции мы их не применяем накануне можно после можно но в день операции мы их лучше пропустим а также у сахарных диабет животные которые мы их спросим какой инсулин они принимают но чаще всего это уже взрослые животные и мы просим их поголодать некоторое время поэтому лучше сделать половинную дозировку но не пропустить это время и во время анестезии до и после измерять глюкозу но препарат не отменять что касается антикоагулянтов которые могут применяться при заболевании их сердца высокого риска образования тромбов лучше отменить за несколько дней может быть даже за неделю то есть касательно каждого препарата который они приют потому что развитие риска кровотечений у нас очень сильно усиливается развитие если мы будем в анестезию не пойдет но если случилось операции мы понимаем что уже ничего не было отменено при минимале несколько дней до этого мы просто будем держать в голове что у нас вот такие есть вещи если это протамин на них действует то отлично гепарин если нет значит будем предпринимать меры владельцев предупредим что возможно нам понадобится кровь или тромбоцитарная масса плазма для того чтобы применять разные свертывающие препараты дабы у нас с вами все было нормально животное мы будем с вами предупреждены ну собственно говоря длительно долго вам рассказываю наверное все уже устали от этого всего к чему я это все вела да к тому чтобы мы с вами осмотрев животное поговорив со владельцем взвесив необходимость взятие анализов оценив эти анализы пришли к тому что сказали владельцы и для себя поняли какой же у нас риск анестезии для животных есть такое американское общество анестезиологов коротко их АСА называют да они разработали такую таблицу да несколько уровней есть у них еще один уровень шестой кто-то Е пишет да вот это критические пациенты ну в основном пятью мы пользуемся да и по этой таблице мы конечно же понимаем что животные с риском да АСА по одному два имеют риск незначительный да если это у нас здоровые животные не имеющие заболевания идут на простые какие-то короткие операции если это животные с каким-то легким проявлением заболевания да вот и они здоровы вот мы можем не так сильно беспокоиться за животных и риск анестерии по многим данным да они имеют 0-12% а вот животные уже которые имеют по ОСА 3 или 5 оценку да то они имеют повышенный риск здесь максимально нужно смотреть состояние пациента нужно максимально его обследовать и по возможности до операции скорректировать все отклонения или обменить эту операцию да и уже если есть такая возможность и до полной стабилизации это пациенты которые у нас имеют какие-то системные заболевания в обострении этих системных заболеваний не касаемо оперированной области да не плохо контролируемое это заболевание вот маленький возраст животных или слишком больной пожилой пациента или это вообще уже критически умирающий пациент который не выживет без данной операции но мы корректируем его например унический статус неврологический статус дыхательную систему сердечно идем в операцию но тогда владельцем и говорит что риск у вашего животного очень высокий мы сейчас подготовим его к операции нужны такие-то такие-то тесты чтобы минимизировать риски и ожидать какие-то осложнения быть к ним готовыми вот и риски в анестезии по статистике у них 4,8% смерти летальности или возникновения таких проблем когда мы так вот разговариваем с владельцами все им объясняем нам с вами становится все это понятно им это становится понятно и они имеют возможность все взвесить за и против и решить нужна ли им точно эта операция или нет хирург на вас обвините если владельцы уйдут подумать к сожалению но вы были честны вы все правильно оценили вы смогли владельцу объяснить зачем вы сделали какие тесты и сказать все риски которые будут у вашего пациента вот в принципе все что хотела вам рассказать об осмотре пациента врачом анестезиологом перед операцией и что мы предпринимали если есть какие-то вопросы жду по ходу всех вебинаров тоже можно будет спрашивать любые вопросы тоже отвечу да спасибо мне очень рада что у меня получилось более несложно рассказать о банальных простых вещах которые мы забываем у меня есть да мы все составляем такую себе опросник потому что забегаешься забудешь обязательно что-нибудь спросить просто когда сообщать с владельцем вы просто по этим вопросам проходите ставите галочки и уже отмечаете себе и никогда не забудете это спросить задать и понять но вы всегда должны помнить что пациента вы осматриваете хотите сбоку потом перед назад хотите сзади наперед хотите спереда назад хоть снизу вверх но вы должны осмотреть все животное все системы и понять что у вас не осталось вопросов как работает какой-то орган данного животного потому что помним животным мы не поговорим и оставшись без владельца они нам ничего не расскажут насчет сыворотки честно сказать я очень нехорошо отношусь к сывороткам я не верю в их действия если хотите вводите эту сыворотку если у меня животное не вакцинировано он срочный у меня есть подозрение на какое-то заболевание я владельцам говорю что есть подозрение на данное заболевание у нас есть экспресс тесты на панда и копении паровирусный энтерит и чуму собак мы берем эти тесты делаем ИХ быстро их делаем при владельцах если они не подтверждаются я опять-таки говорю что это не исключает данные заболевания но я обращаюсь но я обращаюсь с этим животным обязательно возьму клинический анализ крови у него и обращаюсь с этим животным как уже непосредственно вирусным животным то есть работаем только в перчатках он сидит в отдельной клетке как можно меньше перемещается по всей клинике может быть предоперационная подготовка проходит в его же клетке интубация загрузка когда мы ложимся на операционный стол соответственно мы может быть берем его самым последним и делаем через фильтр контура а потом этот фильтр выкидываем мы можем позволить себе это если у кого-то нету значит дезинфекцию проводим обязательно ларингоскоп все это промываем просвечиваем и выдерживаем то есть обращаемся к животным как подозрительным на инфекционные заболевания но это не значит что мы его не берем в операцию тем более если он срочно вот у нас совсем недавно такой был котенок найденный на улице не писает но у него разрыв мочевого пузыря но что же я его отпущу и повезу в инфекционный стационар нет если у меня нет такой возможности мы берем сразу срочно на операцию но к сожалению потом да работают очень много все-все-все отмывать от этого и по возможности не брать других животных да по поводу инфузионной терапии поговорим в следующих лекциях да конечно использую рутину поддерживающую инфузионную терапию на тех же АГ и на АФ нет конечно но на АГ да потому что у меня весь наркоз идет ЭПС сначала болез а потом ЭПС отсюда получается поддерживающий объем и это не если у вас гипотензия случилась именно из-за передозировки препаратов или индивидуальной чувствительности на препараты вам не даст этой поддержки ничего вам все равно болезнь нужно будет жидкости делать это идет в основном чтобы сильное животное не отреагировало на те потери которые у вас произошли вот сейчас да они все равно чуть-чуть крови теряют кожу пока они там залегируют этот сосуд да закоагулируют при связке помадки у них очень часто течет потом в то же время вы отняли из животного данный орган он содержал какой-то объем крови в своем этом органе поэтому да я всегда использую поддерживающую инфузионную терапию она у меня всегда идет и мне просто очень легко и быстро если что дать волосы на этапах подготовки кооперации инфузионную терапию я не использую никогда и после чаще всего они у меня не лежат это на обычные банальные простые вот если это животное идет и у меня есть возможность посидеть подольше он сидит капается литокаином потому что я еще плюс литокаин в качестве обезболивания там идет минимальная скорость инфузии допустим 5 миллилитров в час кошки это многовато собаки это вообще ни о чем так в принципе рутинная физиотерапия до операции животным если это гиповолимический статус у них нормальный я не использую и после тоже если это обычное животное та же самая кошка я не провожу векоперницу после анестезии еще какие-нибудь вопросы это все просто это мы все все знаем но просто вот эти вот вещи нужно действительно держать в голове и не лениться осматривать животных мы иногда ленимся но вот я вам уже рассказываю то что у меня так с кошки произошло не спросила про травму это все очень важно это все нужно и это 50% успеха вашей анестезии если вы знаете все за ваше животное ну раз вопросов нету я надеюсь что в действительности просто не скучно было а всем было интересно и понятно просто все именно понятно рассказала то то я расскажу что такое боль поговорим с вами то тогда всем до свидания спасибо до четверга дальше будем продолжать вникать в наши психологические вопросы